Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня также посвятим наше с вами внимание трактовке йоги-сновидений и обзору тех сновидений, которые происходят у нас, к примеру, в поездках, либо в тех местах, где мы никогда не были. Рассмотрим именно такие элементы. Это сновидение подписчицы, оно несет в себе очень много мистики. Все эти мистические элементы я вам разъясню. Итак, я зачитываю по ходу чтения сновидения, буду давать комментарии. Сон был осознанный, я осознала себя парящей в воздухе. Я была на том острове, куда прилетела отдыхать с семьей. Ночь была прекрасная, где все отлично видно, ведь в небе сияла полная луна. Я наслаждалась красотой вокруг и развлекалась тем, что прыгала с одной верхушки дерева на другую, постепенно поднимаясь все выше и выше к небу. Ну, немножко отвлекусь. Подписчица около месяца назад уехала отдыхать в одну из южных стран, не помню, то ли Греция, то ли Кипр, ну, куда-то туда. Не могу сказать точно, не вдавался в детали. И вот по приезду в первый же день она увидела вот это вот сновидение. Сновидение было очень яркое и сновидение было осознанное. То, что она видела себя прыгающей с верхушки дерева на другую верхушку, и она, собственно, летала по большому счету, да, выполняла полет. Это указывает на то, что уровень энергии у нее очень сильно повысился во время этой поездки. Это очень хороший знак. Далее. Внезапно то ли из крон деревьев, то ли прямо из воздуха стали появляться существа, которые даже, скорее, даже духи, потому что внешне они были похожи на привидения, только коричневого цвета. Сущности были бесформенные. Это этакое нечто накрытое простыней с прорезями для глаз и рта. Только вид простыней их был не белый, а грязно-коричневый. На месте глаз и рта сияли темные дыры, в них клубились тьма. Так вот, они стали появляться, накидываться на меня, вцепляясь мне в различные части тела. Да куда могли дотянуться и пытались будто бы покусать меня. У меня они не вызывали ни страха, ни других эмоций. Я как будто быстро и спокойно их оценила и поняла, что они не представляют для меня никакой опасности. Я продолжил подниматься, попутно отрывая их от себя, разбрасывая в разные стороны. Эти духи на самом деле являются духами, которые живут, по большому счету, подобные существа. Они живут во всех странах, во всех мирах, во всех вселенных. Это духи местности. Есть духи, которые живут в озерах, есть духи, которые живут в растениях, в земле, в воздухе, в горах. Существует масса духов-покровителей, которые управляют, допустим, какими-то озерами. Есть духи, которые управляют реками. Допустим, традиция индуизма известна, что есть богиня реки Ганга или богиня реки Емуна. То есть, если совершать омовение в этой священной реке, то можно получить благословение этой богини. То же самое, на самом деле, тот же самый фактор существует везде и во всех странах. Независимо, где мы живем, у любой горы, у любой пещеры, в любом озере существуют свои духи. Есть духи высокоразвитые, есть более примитивные. В данном случае это было столкновение с духами местности, то есть, она приехала в для нее новую местность, и она столкнулась с этими существами, которые на нее набрасывались. Но набрасывались они не просто так. Далее я зачитываю. Я продолжила подниматься и попутно отрываю их от себя и разбрасываю в разные стороны, так как существ стало больше. Видимо, я сама стала увеличиваться в размерах, так как рост этих существ относительно меня уменьшился больше, чем в половину. Это одна из ситх. Я уже зачитывал эту ситху даже не в одном, наверное, ролике, а в нескольких. Ситха, лахима и махима, они известны, описываются в священных писаниях, связанных с йогой, проявляются они в первую очередь сначала в сновидениях в медитации, а потом уже на уровне физического тела, при духовной практике. То есть, это состояние, во время которых йогин увеличивается до бесконечных размеров, либо же он уменьшается до бесконечных размеров, то есть, становится настолько маленьким, что самая маленькая песчинка во Вселенной становится относительно него самой большой. И этот процесс, он бесконечный. И это состояние проявилось в данном случае у этой женщины, у этого человека. В моём случае также были подобные переживания, также себя видел неоднократно в огромных состояниях, в огромных размерах. Состояние это очень необычное, оно изменяет восприятие человека относительно самого себя. Ты понимаешь, что мир не так уже однобок. В целом, интересное состояние, очень позитивное для нашего развития. Спустя несколько мгновений меня будто бы озарило. Случился момент узнавания, или я что-то вспомнила и поняла, чей это почерк. В следующий миг я влетела во дворец или большой особняк, и с размаху плюхнулась в большое кожаное кресло в большом зале напротив худого бледного человека с чёрными волосами чуть выше плеча. «Мне было весело». Данная встреча, то есть интуитивно, она поняла, откуда идёт влияние, откуда оказывается давление. Её астральное тело подсказало, где нужно искать ответ. И спонтанно, совершенно спонтанно, её астральное тело перенесло в другое измерение. И в данном случае это измерение её ум окрасил в некий дворец. То есть это было пространство, в котором живёт некий дух. Дух, который в данном случае направлял этих нечистых существ, которые на неё нападали, нападали в этой стране, в этой местности. Я уже сказал, что существуют духи местности. Это был один из таких, ну скажем так, не супер высокого развития духов. И вот что происходит между ними далее. Это ещё не всё, на самом деле история очень интересная. Что же происходит далее? Я немножко вернусь, чтобы вы понимали. В следующий раз в миг я влетела во дворец или большой осамняк и с размаху плюхнулась в большое кожаное кресло в большом зале напротив худого бледного мужчины с тёмными волосами чуть выше плеча. Мне было весело. Я уселась и спросила его с насмешкой. Это у тебя такой способ пригласить меня к себе побеседовать. При этом я вытянул ноги вперёд так, чтобы одной ногой упереться ему в грудь. Под моей ногой он вмялся в кресло, но продолжил улыбаться. У меня осталось ощущение, что мы с ним хорошо знаем друг друга. Помню, что мне было очень весело, настроение было очень озорное. Скорее всего, то, что произошёл процесс самоузнавания или самовспоминания, это состояние связано с инкарнацией, с прошлыми воплощениями. Скорее всего, между ними были отношения в прошлой жизни. Может, они были матерью и сыном, либо мужем и женой, либо братом и сестрой, либо ещё какие-то отношения. И, скорее всего, это существо, вместо того, чтобы родиться в теле человека, вновь как сделала эта женщина, это существо в силу своего негативного состояния, своей греховной деятельности, он переродился духом, духом, который управляет определённой частью местности. И далее уже, вспомнив о отношениях с этой душой, вспомнив о отношениях с этой женщиной, он проявил такое внимание к ней в виде нападающих духов на неё. То есть, он таким образом оказал не совсем дружелюбное воздействие в направлении неё. Что могу сказать? На самом деле, подобные состояния, они очень часто проявляются. Очень часто в медитации, даже при выполнении техник из йоги сновидений, мы очень часто будем вспоминать те или иные отношения, связывающие нас с теми или иными людьми. К примеру, наша супруга может оказаться в прошлом нашей матерью, либо наш ребёнок может оказаться, допустим, нашей собачкой в прошлой жизни, к которой мы много внимания уделяли. Ну и так далее. Там карма, она столь многогранна в своём проявлении, что задумываясь на эти темы, просто диву даёшься, насколько Господь величественен в своём многообразии, в своём милосердии, что просто не описать словами, как всё это непонятно, как всё это необъяснимо. В данном случае это переживание проявилось, это очень хорошо. Также это указывает на то, что у этой подписчицы начинает проявляться такая способность, как память прошлых жизней. Это также очень хорошая ситха или же способность. Также существует ситха, известная как знание будущих своих воплощений. Но будущее жизни, сразу хочу сказать, они очень часто варьируются. То есть мы, живя сейчас, мы можем видеть своё будущее, но наше будущее будет всегда зависеть от наших поступков. Если наше нынешнее состояние и прошлой жизни, они уже сформированы, их можно менять, но при большом труде, допустим, то будущее вариативно. То есть мы можем в силу негативных поступков ухудшить свою судьбу, либо улучшить свою судьбу. Но мы всегда будем видеть, как свои жизни, будущее, либо жизни других людей. Это также не особо составляет большого труда. Очень хорошее переживание, очень мистичное переживание. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова